МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да. Прямо на плитку. Так а что сломалось в итоге в ноутбуке? Все сломалось. В ноутбуке хаб сломался, там, где процессор, у нас этот чип, и там все меняется. Все выберет выплаты, но я тебе не могу. Не, почему? Ну, меняется либо чип, либо выплата, да. То есть основная, по-моему. Там чип где-то 1500. Ух ты. Так, а за телефоном 600, да? Там зависит, насколько направляющий целый, не целый. В общем, ребята, всем привет. Как вы поняли, нам пришлось продать ноутбук, потому что он больше не работает. Мы в ПТАЕ в него вложили 4000 бат, сейчас бы ремонт еще нам обошелся будет в 3000 бат. Мы, короче, взяли его и только продали. Надоело. Телефон мне починили, ремонт стоил 600 бат. Напомню, он просто сгорел в ход. Сейчас еще отдали фотоаппарат, который мне дала подруга в Москве, чтобы попользоваться на ремонт. Посмотрим, сколько он еще будет стоить. Ремонт его. Не знаю. Ладно. Закрыли эту тему о печальном. Мы приехали в магазин Big C. Давайте мы вам покажем цены. Изучают остров. А тебе как? Мне кажется, у меня такая идет. Вот болтается. Мне ничего страшного. Это мелочь. Ребят, вам нравится? Нет? Смол. Понимаешь, да? Вот я хочу вот такую, чтобы она не гнулась. Ну, это хорошо. Это все мне покоя не дает шляпу. Я так и не нашла. КФС, давайте посмотрим, цена. Три маленькие такие ножки, которые по 4 килограмм записать 6 бат. Вы стоите сейчас. Три ножки, офигеть. Ребят, мы вам покажем, как готовить их. Что-то у меня нет желания вообще тут кушать. Решили заодно посмотреть обувь еще. Олег хочет увидеть, сколько здесь стоят коралловые тапки. О, распродажа 390 бат. Место? Место 100? Тысяча... Сколько? Тысяча 50? Прикольные. Ну да. Голубо-желтые мне нравятся. Получается, да? Нет, вот эти. Прикольные. Боже. На зиму. Зима за путь. Плыть, например, на лодке, да? Крутые сумки, смотрите. Маленькая стоит 550 бат. Большая, что-то там 800. Ну, крутые они. И качество лучше, чем на рынках. Хотя там цены точно такие же. Образки увидели такое на рынке еще. Сколько рюкзак стоит? Видите, у нас хорошо на байке. На байке 30 тоже. Ага. Чтобы ничего не промахло. Вот они, эти тапки 595 бат. А эти сколько стоят? Олег, сколько эти стоят? А? 875. Увидела маску, посмотрите. Вообще, обалдеть. Ее тут нету. 690 бат. Где-то ни одной. Ужас-ужас. Новая тележка. Мы еще такое никогда не видели. Смотрите, обалдеть. Тебе нравится? Ты сама серьезность? Покажи. Покажу. Не, ну это не на вот это. Надо боку. Надо айкады хотя бы смотреть. Это и третья. Мы захотели сегодня приготовить суши или роллы, что-нибудь такое. Я не знаю, что у нас получится. Мы купили пока вот это вот водоросли в море, да, если не ошибаюсь, они называются. И не можем еще пока найти, ну вот эту штуку, благодаря которой можно закрутить именно роллы. А из Big C нету. Надо посмотреть в макро. Выходишь на улицу из помещения, и так хорошо становится, так душно. А там так кондиционер шпарил, что у меня уже руки замерзли и ноги. Ну, в холодной смысле. Кстати, мы посмотрели телефоны. В общем, не знаю. Наверное, мы будем отказываться от этой идеи покупки айфона. По той причине, что что-то он бешеный денег стоит. Покупать его за 12 тысяч бат. Ну, не знаю, есть ли вообще смысл. Мы просто увидели Huawei Y7. Он так называется. А он стоит 5000 бат. 4 990. Камера у него ничуть не хуже. Надо изучать, что это за телефон. Я надеюсь, у него возможности точно такие же. Я смогу на него снимать, что я смогу на него монтировать, что функции такие же. Чтобы не было того, как у меня было с Майкрософтом. Майкрософт у меня не мог ни-че-го. Там еще и Инстаграм бета-версия. То есть, представляете, ты заходишь в Инстаграм, не можешь ни видео посмотреть, ни историю сделать. Вообще ничего. Короче, не телефон, а кусок. Не хотелось бы еще раз влететь на те же самые грабли. Я не знала, что Майкрософт такое говно. И очень надеюсь, что Huawei ничуть не хуже айфона. Потому что переплачивать столько денег очень не хочется. Торт Мишка, да. Не довезем по-любому. Микки Маус. Желтый и оранжевый. Ой, тут смотри, вообще супер. И озеро. Да, да. 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 Конечно, дороговало, дорогого. Ну, да. 8 бат имбирь и 45 бат мук или виноград. Супер, походу у нас будут сегодня все-таки суши и роллы. А, давай, фокусируйся на 65 бат. Смотрите, какой Ку-Гарден нашла в макро. Коктейльчик какой-то в хукет. Интересно, но вкусный. Кто-нибудь пробовал? Кто? Корочку. Покажешь, как? Покажешь, как? Ну, ничего. Где замаринованное? Так. Замаринованное. Это кляр. Сейчас мы его покажем. Кляр выглядит вот так. Мы его купили в макро. Вот так. Самое, что у него есть. Это маринованное курицо. Сначала в яйцо. Чуть-чуть. Прособы, так сказать, вот эту смесь. Здесь яйцо, два яйца и... Покажи у вас соус. Вот эти два соуса мы их купили в песко-лотосе маленьком, да? В сэвне. В сэвне или в песко? В сэвне. Для того, чтобы кляр получился не пресный, а вкусный. Соответственно, там острый соус и сладкий соус. И поэтому кляр будет у нас вкусным. А не безвкусным. Сначала вот эту смесь. Потом в муку. Мука немножко впитается, соответственно. Эрик, потише минутку. Упоёт. Да-да-да. Все свои дела. Батарейки садятся, Эрик расстроился. Затем готово. А нет, сюда надо будет чуть-чуть. Покил и есть, добавил еще чуть-чуть. Два. Потом из этого можно сделать омлет. Масло подлить, подлить уже. Угу. А там, бас. Масло. Масло. Сильный огонь делать не надо. То есть, сильно масло разогревать не стоит. Потому что кляр быстро сгорит, а курица не приготовится. И они будут не очень лесный вид иметь. Вот эти два соуса мы купили в маленьких магазинах. А сегодня мы были в Big C и купили за 12 бат вот еще вот такой соус. Эти стоят где-то 25 бат. Плюс-минус. Ну, минус вряд ли. 25 или 27. Он острый, и мы его смешали с мягким соусом. Это вкуснее будет. И не настолько острый. Состав обалденный. Ну, он красивый, как ты даже смотришь. Да. Вот такая вкуснятина получилась. Да. Ловлю! У-у-у! Осторожно!